Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 12 января 2024 года и мы традиционно вещаем вам из Одессы. Сегодня пятница, а это значит, что мы для вас сделаем обзор нового рынка или нового базара. Это самый старый из действующих рынков города. Я сегодня приехал очень-очень рано и мы пойдем вот отсюда, с этой части. Я зашел в корпус самого углового входа, это торговый угол Садовой. И пойдем вот так вот сразу к королеве пчел, начнем с меда, пойдем к коле. В общем-то отработаем вот эту часть корпуса, условная такая молочная часть корпуса. Потом подальше пойдем в мясо и в конце пойдем узнаем цены на рыбу. Мы кроме того, что будем узнавать цены, мы также будем узнавать номера телефонов продавцов, для того, чтобы тот товар, который вам понравился, вы могли позвонить и заказать. Есть продавцы, которые отправляют по всей Украине, есть продавцы, которые работают только по Одессе. Но мы это тоже все будем узнавать в ходе видео. Александр Валерьевич пока еще не приехал, поэтому начинаю обзор сам. Как только Александр Валерьевич появится, вы сразу об этом узнаете. Я покажу вам максимум все, поэтому взамен хочу увидеть жирный, прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то сделайте это прямо сейчас. Под видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же после просмотра видео у вас останутся ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, а может быть будут личные вопросы к Александру Валерьевичу, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Друзья, мы больше не тянем кота за хвост, очень-очень холодно, и мы начинаем обзор. Идемте. Леночка, доброе утро. Привет. Попиваете кофеек, все как положено. Да. Слушайте, ну вы молодец, вы с утра пораньше, все у вас готово, и холодно на улице сегодня, как-то вот вроде по градусам мне теплее, чем вчера показалось, но как-то холоднее. Не знаю, самое главное, качественно одеться, и будет все прекрасно. За 33 года я тут уже научилась одеваться и летом, и зимой. Все верно, и ваша улыбка на самом деле нас уже с утра вдохновила. Да. Ну, давайте напомним нашим зрителям, что в прошлом видео мы фактически открыли сезон. Да. Это у нас второе видео в этом году, и мы знаем, что у нас очень много новых зрителей смотрит, там постоянно присоединяются новые зрители, и, соответственно, есть люди, которые не знают, кто вы, или мало знают, да, и вообще мало знают про мёд. Поэтому мы, собственно, начнем новый цикл видео о мёде, про мёд, о продуктах пчеловодства. И для начала, конечно же, вас нужно представить, да, у нас много титулов у Леночки есть. Ну, во-первых, смотрите, по версии YouTube-канала «Взрослый разговор» Леночка – продавец года. Также она звезда TikTok, YouTube, Instagram, в общем-то, всех соцсетей, которые есть. Пчелиная энциклопедия. Кто вы еще? Кладезнание. Кладезнание. Я уже начал забывать. Да, ну… С прошлого года не объявлял. Кладезнание. Спонсор «Хорошего настроения». Да. Красотка Леночка. Если я что-то забыл, то… Все прекрасно. Поправьте меня, зрители, кто нас постоянно смотрит. Леночка, ну и мы обещали нашим зрителям, что мы, в общем-то, продолжим. Ну, продолжим. Я хочу сказать, кто не знает, что я рассказываю, рассказывала, уже все рассказала, что можно было про пчел, про разные меда, про экзотические меда, про самые дорогие, самые дешевые меда. В общем, давно снимаемся. И тут приходит очень много. Приходят и говорят, а мы вас там видели в Ютубе, в ТикТоке. Тут приходит мужчина и говорит, а вы у меня есть в Ютубе. Я говорю, знаете, мужчина, я есть у всех в Ютубе, знаете, такая звездная болезнь. Говорит, нет, есть у меня в Ютубе. В общем, этот человек тоже блогер, но он не такой большой, конечно, блогер, но он поделился, я не знаю, есть ли у него еще другие программы, но вот его, что меня заинтересовало, может быть, это кому-то и поможет. И это вещь, ну, я подумала, что это реально, вот человеку, если помогло, почему бы всем, чтобы не помогло. Дело в том, что он у меня покупает мед и снимал меня в своей программе, что же он у меня покупает мед. Он меня спросил, можно я сниму вашу? Я действительно это было. И кроме этого, он еще снимал у нас на рынке живые масла, там, где выбивают эти масла. Вот он конкретно пролиленное масло. И его, вот в Ютубе его, вот называется, то, что он выложил, называется, вот он, если будет хорошо видно, «Мой 15-летний опыт применения самой эффективной в мире антираковой смеси доктора Яганны Будвин». Чего он этим заинтересовался? Потому что, как он мне рассказал, у него в семье все умерли от рака. И папа, и мама, и бабушки, и дяди, и тети. И у него была очень большая вероятность того, что у него может возникнуть это заболевание. И лет 15 назад ему попались вот эти публикации Яганны Будвин. Я уже тоже не только его программу посмотрела, и у других. Действительно, это был очень знаменитый биохимик, фармаколог, диетолог в Германии. Ее семь раз даже выдвигали на Нобелевскую премию. Занималась она жирными кислотами и их влиянием на организм. Так вот, когда она изучала эти жирные кислоты, особенно она, вот, ее интересовал вопрос рака. И у больных, у которых рак, у них повышенное содержание насыщенных жирных кислот. А насыщенные жирные кислоты – это те кислоты, которые получает наш организм с жирной, ну не с жирной пищей, а с животной, при пище животного происхождения. Это разные сорта мяса, это жирное, ну, сливочное масло, ну, вот, то, что животного происхождения. А у здоровых людей было больше содержание ненасыщенных жирных кислот. А ненасыщенные жирные кислоты – это мы уже все знаем, это омега-3, омега-3-6, вот это вот, это ненасыщенные. Что делают эти ненасыщенные жирные кислоты? Они доставляют нашей клеточке кислород, и клетка дышит нормально, клеточное дыхание, и клетка здоровая. А насыщенные жирные кислоты, они, наоборот, забивают поры этой клетки, и клетка не дышит, мутирует и превращается вот в раковую клетку. И на вот этом своем питании, это даже называется протокол Будвиг, это общеизвестное, в общем, она вылечила тысячи людей от рака. Даже, ну, тут не исключается то, что вы будете, если кто-то заболел, лечится то, что прописал доктор, но придерживаясь этому питанию, можно себе намного ускорить выздоровление. Так вот, что же он делает, этот человек и все остальные? Само большее содержание ненасыщенных жирных кислот – это в леном масле. Там содержится 56% омега-3. Так вот, есть само по себе это масло, оно безвредное, но если вы его будете просто кушать так, поливать салат или что, оно просто бесполезное. Будвиг доказала, что только при смеси этого леного масла с творогом, мужчина этот, вообще, как он говорит, что надо с козьим творогом, что она предпочитала творог из козьего молока, но он его заменяет на обезжиренный творог. Хотя в других публикациях смотрела, что надо жирный творог. Так вот, берется 100-150 грамм творога и тщательным образом блендером взбивается с двумя столовыми ложками свежего отжатого масла леного. То есть покупает он сразу не в большую количество бутылку, а 100 миллилитров на неделю. И он с двумя ложками это взбивается, туда он добавляет одну чайную ложечку меда. Такого? А он у меня берет самый обычный мед. Все точно, да. Вот такой он берет мед, самый обычный, вот такого меда. И вообще идет ягода черника туда, по протоколу Будвиг, черничная паста или черника. Но он туда ложит в любую ягоду, малину, какая вот сезонная ягода, такую он туда кладет. И вот это все взбивает, и это он кушает 5 раз в неделю, 5 дней. И 2 раза в неделю он питается обычным способом. И вот на протяжении 15 лет, это мой человек уже за 70, он прекрасно выглядит, он маложавый, даже не скажешь ему столько лет. И вот он очень довольный. И я вам тоже рекомендую, может быть кому-то это пригодится. Леночка, ну вот я в самом начале нашей встречи сказал, что вы кладете знаний, и это действительно так. То есть, несмотря ни на что, вы каждый раз, каждая встреча с вами, это, собственно, что-то новенькое. Вы постоянно там что-то новое открываете. Я думаю, что вы мне скинете ссылочку на это видео, я его прикреплю в описании под этим видео. Да. Потому что информация очень полезная. И кому это нужно, кому это интересно, переходите, смотрите. Тут еще вот, тут не только раковые заболевания, тут очень хорошо при атеросклерозе, вот то, что, очень хорошо при заболеваниях печени, то есть, желчного, то есть, это прекрасно. Ну, как профилактика, это точно хуже не будет, я думаю, да. Но это всемирно известная немецкая вот эта вот ученая. Ну, отлично, Лена, огромное спасибо за эту информацию. Ну, и традиционно давайте узнаем цены, хотя я знаю, что они у вас не поменялись, я просто уверен в этом. Не поменялись, не поменялись. Но помним, что нас постоянно смотрят новые зрители, поэтому давайте расскажем, по чем же сегодня мед на новом рынке. Давайте начнем вот. Сотовый мед стоит 100 грамм 30 гривен, 300 гривен килограмм. Красивые беленькие рамочки, еще мед не закристаллизовался. Мед белой акации стоит 200, липа 100. Это за пол-литра цена? Да, за пол-литра 180, 150, все цветочные по 100 гривен, бутыль 500 гривен, гречаный мед 200 гривен. Пирга, свеженькая, красивенькая, сладенькая. Это у нас уже пошли продукты пчеловодства, да? 180 гривен 100 грамм. Настойка огневки 120 гривен. У меня есть еще настойка прополиса 150 гривен, 100 миллилитров 20%. Сам прополис у меня стоит 10 грамм 50 гривен. Забру 120 гривен. Пыльца 35 гривен, 100 грамм. И свечки мои 10, 25 и 45. Свечки из натурального воска, пчелинового, забрустного, да? И у вас еще отдельно бывает воск, смету сейчас нет. Да, он есть, я его еще просто не успела разложиться. Сан Саныч, я пришел очень рано. Леночка, огромное вам спасибо. Огромное спасибо. И, конечно же, вам можно звонить и всю продукцию заказывать. Вы отправляете по Украине и туда, куда довезет новая почта, да? Говорите номер телефона. 0,95, 84, 72, 150. Огромное спасибо. И вам большое спасибо. Оля, мы пойдем дальше, тем более, что, мне кажется, там уже окорок оклок наступает. Почему-то есть такое ощущение. До свидания, Леночка. Пока. Оленька, здравствуйте. Доброго ранка. Вот он наш довгоочекованный окорок оклок. Смотрите, какая красота. Не дивлячись ни на что, и в супереч всему, мы сегодня тут даже не дивимся на то, что у нас дуже холодно. Очень холодно, да. Очень холодно. Хотя, на самом деле, конечно же, мы вчера снимали привоз и там я написал минус 5 и холодно. А там реально, там вот этот вот рыбный ряд там так продувает страшно. И уже хейтеры написали. Та, блин, минус 5, это холодно. Вони просто там не стояли. Это да. Они там не стояли. Во-первых, друзья, не забывайте, что у нас еще сыро, у нас море рядом. И, конечно, когда минус 5, то по ощущениям, наверное, минус 15. 100%. Особенно вот там, на Сквозняке, там действительно очень холодно. Ну, и я скажу, что сейчас, конечно, хорошо. Хотя здесь тоже, наверное, ну, здесь плюс, конечно, в корпусе, но так, свежо. Так. Это хорошо для сохранения продукции. Но я еще на улицу не выходил. Есть подозрение, что там, наверное, мы сегодня овощи не покажем, потому что вчера на привозе многие овощи не вышли. Холодно. Ну, у нас там же ж как бы течки такие, то я думаю, что... Там працюют, да? Что девчатка працюет. А еще я хочу сказать, что мы долго будем молодыми. Это да, это да. С такой погодой. Сохранимся. Ну, и, Оленька, пользуясь случаем, пока Александр Ильич еще где-то едет, да, давайте мы быстренько, быстренько сделаем окорококлок. Потому что это магия, на это можно смотреть бесконечно. Это как, чуете, у нас круглый рик, новоречная магия с этим окороком, да? Да, да, да. Это на самом деле придуманный нами ритуал. Он возможен только на новом рынке, только вот в Оле. Горненький, дуже свеженький, будь ласка, и дуже-дуже гарный. Дайте я угадаю, 360 гривен? Так. Ага, супер. В общем, если вам нужна подмена, да, то звоните, Александр Ильич, выйдет как минимум на окорок, я цены помню. Не говори. Да, 360 гривен, килограмм такой смокути, суковитый, свеженький, гарненький. Хочете с жирком, будь ласка, хотите без жирка, також, будь ласка. А еще мне не очень понравится ваша шапочка. Дякую. Дякую. Я люблю самих, легкий фетиш шапкиров. Вам идет, я знаю, я это знаю. Я на вас любуюсь трижды. Первый раз, когда снимаю, второй раз, когда делаю монтаж, третий раз, когда еще пересматриваю заготовое видео. Дякую. Обращаю на это внимание. Ну что, Оленька, мы узнали, собственно, все, что хотели про окорок, и теперь давайте традиционно перейдем. По салу пидем, так? Да, пидем по салу, а что работать? Оп, дивиться, гарненький, классный, с такими, классными мясными прорезями, таке сало у нас сьогодні коштує 34 килограмма. Вот вы его даже так красиво, тоненько нарезаете, вот, блин, вот просто вы хочется уже сразу купить и съесть. Я с вами согласна, это знаете, что это такая, издержки профессии, скажем так, того, что уже практика показывает, как наши люди любят, такими гарненькими, невеличкими шматочками, так, чтобы там один-два разы приезжать дома, съесть и потом прийти за свеженьким. Поэтому мы, в свою очередь, так и соби придумали, что саме это сало мы должны нарезать такими порсийными шматочками, чтобы людям было лучше выбрать на свой вкус и на свое око, скажем так. Потому что, во-первых, люди выбирают первое очи, а дальше уже за смаком. Конечно, да. Все верно, но это мистецтво, вот я скажу, это мистецтво, не дать нельзя. Друзья, 300 гривен, нагадую. Такое у нас сегодня 280 гривен. Бачите, тут есть трешки толще, трешки тоньше, но это уже, как поросятка росла, так оно и сформировалось. Вот нельзя сравнить, это вот мистецтво по-своему, а это по-своему. Вот здесь своя красота, друзья, посмотрите. Да, очень классная, такая засмагла у нас шкоринка. Я думаю, тут наш колей постарался на славу, очень хорошо зашмалил. Да, ціна яка? 280 гривен за килограмм. Добре. Сололинка у нас 330 гривен за килограмм. До речі, дуже-дуже классная, я бы так сказала, есть и мязко, есть и сальце. Я, например, люблю, когда больше сальца, она тогда более мягкая. Есть что выбрать, есть шваточки разные. Так, трешки есть вареного с чеснечком и с перцем, его цена 330 гривен кг, очень классный, мясный на этот раз, потому что там у нас на Новый рік и после Нового года был трешки сальный. Так, одесская кухня у нас залишається нецмінна, це курячі шийки 250 гривен за килограмм, і рибка фарширована 450 гривен за килограмм. У рибки у нас за складом іде судак, карп і щука. Так, колбаска в асортименті. Куряча у нас 330 гривен за килограмм, свининка у нас 360 гривен за килограмм. Дуже класна, звертаю увагу. До речі, вона дуже соковита, тут просто дуже холодно, вона трешки прихватилася, а так вона дуже соковита. Свинина з говяданою 360 гривен за килограмм, ця буде більше до сухої такої кубаси і в ній менше буде спецій. Так, м'яско копчене у нас сьогодні в асортименті є три варіанти. Баличок у нас буде 370 гривень за килограмм, качалочки такі класні, невеличкі, 360 гривень за килограмм. Нагадую, що це вирізка з нашого окорока, але окорок у нас варенопечений, а качалочки у нас копчені. М'ягенькі, соковиті і дуже охолоджені тут. Шия 380 копчена, далі у нас є запечена продукція, шийка 380, баличок безпеці 370, баличок зі спеціями, у нас тут куркума, тут паніровочний сухарі, набір прованських трав – 380 гривень за килограмм. Рулетик печений, частина почеревка завернута в рулет, запечена чесничком і з перцем – 360 гривень за килограмм. Почеревок копчений. Почеревок оклок. Почеревок оклок, так, розпаковочка. 350 гривень за килограмм такого класного м'ясного почеревка. Кровяночка у нас є сьогодні в асортименті варена і печена. Тварина у нас має у складі більше печінки, вона буде більш переченіша і в неї буде більш масляниста текстура. За щодо того, що вона буде трошки жирніша. 180 гривень за килограмм. І та, і та. І та, і та. Печенковий паштель – 200 гривень за килограмм. За складом тут свина печенка і гов'яжа. Так, далі. Сьогодні у нас є в асортименті два зільці. Один язиковий. Тут телячі язики. Розпаковочка. Будь ласка. Красотища. Ось язичок у нас трішки подорожча. Ціна його – 380 гривень за килограмм. Ага. Так. 380 гривень за килограмм. М'ясний у нас коштує. А 280 – як і коштує. Дуже класний, дуже м'який і не жирний. Я сьогодні влюбують на будь-який вкус і коштує. Так. Кому що потрібно. Валерича нема, але… Пускай йому тихо якнеться. Так. Але хай йому якнеться, тому що тут якраз його будні. Сервілат у нас свини. Сервілат у нас гов'яжий, милкозернистий. Київська колбаска. Сервілат мисливський. Змішаний буде свинина з гов'ядиною. І сервілат королівський. Дуже класний. Такий з кусочками шиночки. 450 гривень в ці дві позиції. І 430 – оці 3 позиції за кілограм. Паличко орієнтовно – 160-170 гривень за кілограм, якщо розглядати оці позиції. Але ми наріжемо клієнту в нашому стикі, скільки потрібно. Тобто, треба 150 грам. Можна заробити асорті за всіх видів ковбас. Так. Далі більш святкове меню. Банкетне. Так. Сирокупчені сиров'ялені колбаси. Їх ціна від 750 гривень за кілограм. Ми даємо можливість клієнту взяти такі половинки. Дуже зручно. І, як наші люди люблять, на один-два рази. Щоб прийти ще раз засвіження. Я взагалі люблю один раз взяти, покушати, і в інший раз щось другое взяти. Коли вона лежить там в холодильниці, вона, ну, зрозуміло, вона подсихає. Вроде, краще становиться, а з іншої станови приїдається. Ну, вона приїдається, так. Я теж завжди рекомендую клієнтам кожного разу пробувати щось інше. Звісно. Для того, щоб знати весь перелік нашої продукції. Бастурма у нас 750 гривень за кілограм. У нас його в'яже бастурма, але є різниця в спеціях. А якісь з них більш причинніші, а якісь з них більш такі приємніші на смаках? Це біленькі, ця ціль виступувала? Да, да, понятно. Я нагадаю. Щоб не думали, що це якась просрочка. Я, взагалі, являюсь любителем бастурмы. І я думаю, що те любители бастурмы, які теж... Ну, що це спеціфічні продукти. Є є определенна, можна так сказати, каста людей, які її її їдять. Її, звісно, треба пробувати, розуміти. Ну, навіть по виду я, наприклад, вже можу поділитися. Ну, я б ще спробував, звісно, якщо б покупав. А що ще? Наша варіночка. Зараз я розумію, що вже копчені, печені, м'яса, почеревки, колбаси вже приїлися. Вже не хотять. Ну, а не то, щоб приїлися, просто треба трохи від них віддохнути. Так, так. Але все-таки буває. Дайте 150 грам, дайте 200 грам, бо зайдуть куми, треба пригусити. 150 грам колбаси, або того, о чому я подумав? Того і до того. Ага. Зайдуть куми на 150, дайте. Так, варіночка лікарська, любительська, у нас 370 гривень за кілограм. На сніданок, будь ласка, дуже класно, дуже якісно і, що немаловажно, дуже свіженька ковбаска. Дітвора наша любить. Шиночка 450 гривень за кілограм. Тут цільне м'язко, якщо порівнювати з лікарською колбасою. Сосиски у нас сьогодні є телячі 400 гривень за кілограм. Такі маленькі, дуже класні, дуже ніжні. І є сарделі у нас без сиру, теж класні, теж ніжні. Але за складом з цими сосисками вони абсолютно однакові. Але враховуючи те, що у них принцип приготування трошки відрізняється. Тому сардельки будуть мати більш насичений смак, сосиски будуть більш ніжніші. Також у нашому асортименті є індичі сосиски. Ціна їх 450 гривень за кілограм. І є сардельки з сиром. Їх ціна 370 гривень за кілограм. Будуть трошки пізніше, десь через хвилин 40. І мисливські колбаски. Мисливські колбаски. Це знову Валеріча нема? Не відкривайте. Ми в очередной раз пообіцяємо вам, що ми підійдемо, коли придет Валеріч. І все-таки ми їх розпечатаємо і попробуємо. Ціна у них яка? 500 гривень за кілограм. Вони дуже легкі на вагу. Тому якби все-таки десь в цьому пакеті приблизно десь пів кіло, може трошки більше. Ну якщо треба менше, то ми… У нас же є веси, точний вес, поэтому… Будь ласка. Да. 504 грамма, друзі. 504 грамма – 252 гривень. За 250 гривень можна легенько їх так завернути. Оліка, ну давайте напомним, що у вас є ще домашні полуфабрикати. Всегда у асортименті. Расскажіть, що зараз є. Це, я думаю, якраз после того, як ми немножко устали от цієї продукції, ми можемо щось покушати варенечки. Расскажіть. Так. Є у нас варенечки з картоплею, з капусти. Капуста у нас обов'язково кисло-тушкована. А у нас є варенечки з вишням, у нас є варенечки з творожком. Творог у нас присолений. Є у нас в пельмені курячі, свинина, свинина з говядиною, говядина. І є у нас голубці. Ціна голубців – 300 гривень. Пельмені у нас від 250 гривень. Вареники, картопля – 170 гривень. Капуста – 180 гривень. Вишня і сир – по 200 гривень за кілограм. Також у нас є налистники з м'ясом. Свинина – 350 гривень кілограм. Курочка – 330 гривень кілограм. Тому будь ласка, якщо хочете чогось іншого, то заходьте. Заказывайте. Я думаю, що, говориться, любой каприз за наші гривень. Це традиційно. Давайте напомним, як же вас легко і просто найти. Там, друзія, смотрите. Вход – торговий, угол садовий. Вы прямо заходите. Ось бичок. І тут сразу раз – у нас і Оленька. А там у нас і королева пчел наша. Ну, в общем-то, вот такая вот навигация. Всех легко і просто найти. І мене радує, що я прийшов дуже-очень рано. Новий ринок, він такий домашний, семейний і слегка ленивий ринок. Действительно, чуть попозже просыпаються. Поэтому у меня є уникальна можливість походити і пообщаться с продавцами, щоб ніхто друг другу не мешав. Ну і, конечно же, вам можна звонити і все це заказывати. Тем більше, що зараз вже появилась опція. Ви не тільки отправляєте по Одесі. Я думаю, що ще і такси доставка, верні, не по Україні, але ще і по Одесі ви можете отправити. Такси доставка. Щас холодно, да. Посмотрел на улицу, нос не хочеться. Это хто? Ну, Сан Саныч пошел, да. Он как бы шо ему делать? Ему же надо снимать. Да, вы пошли, потому что вам надо продавать. А если ничего делать не надо, то можно сидеть дома и, собственно, позвонить и заказать. Можно? Говорите номер телефона. 095 17 127 18. Вы отправляєте по всей Україні, везде, куда новая почта долетит. Если нет, там есть почтовые голуби и так далее. Воспитание. Любые средства связи. Я думаю, что в любом случае мы можем как-то это обговорить, договорить, скомбиновать. Да, да. Я знаю, что вас и в Грецию брали. Куда еще? В какие страны? Ну, брали в Німеччину. При нем в Греции, я помню, мужчина брал. Да, да, да. Ну, то он самовывозом занимается. Он сам вел. Ага, да, да. А так, то, если кто-то куда-то едет, например, что батьки едут, отправят на Киев, они там заберут, будут транзитом, заберут. Да, да. Там есть всякие химиникуры. Отправьте там до Львова, там Петро заберет, кудись там кому-то передастся. Було и таке. Ну, трошки сложнее с Польшей, конечно. Но тут таке. Кто, если хочет, я всегда говорю, что, если очень захотеть, можно в космос полить. Да вы еще и космонавт. Нет, это такая поговорочка. Да, разумеется. Да. Оленька, дякую. О, Даня, привет. Привет, привет. Рад тебя видеть. Вот. Все, я надеюсь, что мы к вам все-таки зайдем. Я пообещаю в очередной раз, но я помню, мы как-то пообещали и не зашли, потому что… Не, ну я разумела, что дуже багато робот, много людей было, тому ничего страшного. Я не образилась. Вы знаете, что я вас завжира до бачни. Дякую, дякую. До побачни. До побачни, гарно дня. Теперь давайте узнаем свежие цены на молочную продукцию. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Сан Саныч сегодня не в желтом, зато вы в желтом. Компенсируете, да? Конечно. Супер. Ну, слушайте, я вот все-таки понимаю, что желтый цвет со стороны очень хорошо смотрится. Да, супер. Вы мне нравитесь. Спасибо. И шапочка такая, класс. Так, давайте теперь напомним нашим зрителям, что у нас происходит с ценами на молочные продукты. Что-то поменялось? Ничего, все стабильно. Стабильно. Несмотря на то, что холодно, несмотря на то, что плохо доится, там травы сейчас нету, сено едят, да? Ну да, конечно. Конечно. Но, тем не менее, цены пока не меняются. Ну да. Слава Богу. Не меняются. Ну, и мы будем надеяться, что уже не будут меняться. Нет, нет. Сейчас это было такое сезонное подорожание, да? И с весной все потеплеет. Конечно. Что сегодня есть и почем? Творов жирные 160, средненькие 120, топленые 220, брынзочка коровка 180, овечка 220. Маслица? Масличка 380. Яйца домашние? Яйца домашние 75 гривен десяток, перепелиные 60, коробочка. Так, ну я обычно, смотрите, сейчас очень-очень рано, и обычно у вас больше стопочка, наверное, просто кто-то пришел и много взял, да? Ну да. Потому что обычно у вас рано утром много блинчика. Да. Почем блинчики? Блинчики 160 килограмм, молочко 40 гривен литр, сметана 160, сливочка 220, ряженка 50, топленое масло 300 гривен баночка. Наташенька, вы работаете каждый день? Ну, если не вы, то ваша торговая точка. Не каждый день здесь можно купить продукты? Конечно. Но также вам можно звонить и делать заказы, да? Можно, да. Вы отложите. Да. Если вдруг кто-то захочет, вот сейчас такая погода, знаете, там выйти возможности нету, такси доставкой можно купить? Да. Да? Я отправляю. Отправляете. Говорите номер телефона. 097 439 749 5. Наталья. Все, Наташенька, мы все, что хотели, узнали. Огромное спасибо. Пойдем дальше. И вам всего доброго. До свидания. Теперь давайте узнаем свежие цены на куриные яйца. Для тех, кто нас смотрит впервые, хочу сказать, что регулярно, раз в неделю, я делаю обзор нового рынка и мониторю цены на яйца в одной и той же торговой точке, для того, чтобы зритель мог сравнить динамику цен, в общем-то, посмотреть, какие цены были неделю назад, месяц и даже год. То, что сразу бросается в глаза, и то, что я вижу, цены упали и существенно. По сравнению с прошлой неделей, где-то на 10 гривен, на десятки. Это очень много. Вот. И, на самом деле, нас, как покупателей, это, конечно же, очень радует. Цены вы видите. Ну, а мы с вами идем дальше. Я думаю, если в Ютубе загуглить стабильность, то первым выдаст Настеньку. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас мисс стабильность не только нового рынка, но всего интернета, потому что у Насти все стабильно, Настенька, да? Да. Я прав? Или цены поменялись? Нет, все стабильно. Тогда давайте напомним нашим зрителям, почем же сегодня птица на новом рынке? Филе куриное 160, цыплята 100, филе малое 165, крылышко обрезное 97, бедро 130, четвертушка 95, окорок 110, суповой 30, тушечка целая 100, желудки 70, печеночка 100, сердце 110, ножки 95, филе с бедра 175, колбаска с индюшкой 210, фарш филе 165, куриный фарш с бедра 150, фарш с индюка 165, индюшка 215, бедро 230, филе, шея 110, гуляшек 150, суповой 35 и 100, крылышко индюшинное и ножка 140, и печеночка индюшинная 165, из потрошков все, что осталось. А вот написано малюк-индык, это есть в наявности, да? Еще пока есть, там еще два штучки осталось, я их заморозочки держу, да, еще пока есть. То есть халяльные цыплята тоже есть, и уточка тоже есть. Цыплята почем? Цыплята халяльные 105. Уточка почем? Уточка 155. Это пекинская, да? Да, да. Я просто держу наверху заморозки. Так все есть. Цыплят для своих, да, и так далее. Ну, уже знают, подходят и… Вы работаете каждый день, кроме понедельника? Да, да. Это тоже стабильно? Стабильно, да. Каждый день, кроме понедельника. Ну, на праздниках мы там. А так каждый день, кроме понедельника, все стабильно. Настенька, вы нам все рассказали, огромное вам спасибо. Найти вас тоже легко и просто. Вот там вот, напоминаю, вход у нас с улицы, вот торговая, садовая, бычок и золотая курча и Настина улыбка. Она, кстати, идет в подарок. Да. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. И мы вас рады видеть. У вас всегда, традиционно… Всегда. …свежая домашняя свинина. Свеженькая домашняя свининка, да. На новом рынке. На новом рынке, пятница, суббота. Пятница, суббота, как ни крути, друзья. Сегодня, кстати, холодно и сегодня немного продавцов, но вы есть. Вы стабильно выходите. Ну, уже, да, работаем. Мы только что снимали вашу коллегу тоже Настю. Мы помним, что Настя – это символ стабильности. Мы уже не раз об этом говорим. Вот. Настенька, а что с ценами? С ценами? Ну, есть, конечно, трошки изменения в лучшую сторону покупателей. Лучше? Подешевело что-то? Чуть-чуть подешевело. Ну, не думаю, что надолго, но… Ну, а тем не менее, давайте порадуем хотя бы… Тем не менее, давайте. Давайте. Давайте начнем с сала. Сало сегодня шикарное. Да. Сегодня не толстое, но очень мягкое. Я вижу, что оно хорошее на засолочку. Завтра будет потолще. Да. Сегодня просто такие небольшие свинюхи. О. По чему такое сало? 120. 120. Это самая тонкая сегодня? Самая тонкая, да. Завтра будет потолще. Тоньше уже забрали. Что будет потолще, какая будет цена? Цена 200 гривен толстого. То есть, там будет такое колерованное, да? Ну, колерованное, да. Хорошо. О, я смотрю, уже полным ходом есть голяшечки, рулички. Творческий беспорядок, потому что у нас дорожка трошки ледяна. Ага. Дивите. Галяшки 130. Да. Такая ножка маленькая передняя 30. Угу. Такая 50. Угу. Хвостик 30. Ага. Косточки обычные 20. Галяшка и та, и та по 130. И передняя, и задняя, да, любая? Мы дико передние делаем. Ага. В нас Дарницкий. Ага. Дарницкий 200 гривен. Понял, понял, понял. Под черевок. Угу. 180. Угу. Да. Ребрышка 200. Ребрышки красивые. Да. Ой, они прям. Такой мороз, конечно, сейчас на мангал не кинешь, но они прям вот на мангал повозятся. Можно на такой зимний мангал. Зимний мангал. Да. Я как-то один раз, ну не в таком, правда, где-то было минус 15, я пытался что-то пожарить, ну так. Жарится. Жарится, да? Да. Главное не примерзнуть. Ну, я же в этом. И 200 пашинка. Угу. Лопаточка, Двитя. 210 и 200 часть. Ага. Шейка 280. Филеечки, биточок 280. 220 лагач. Угу. Задняя 220, это коляшечка. Все? Ну, в принципе, все. В принципе, все. В график мы вам сказали, когда вы работаете, мы знаем. Порадовались, что немножечко цены упали. Пойдем узнавать дальше цены. Огромное вам спасибо. До свидания. Георг, доброе утро. Доброе утро. Мы рано-рано сегодня пришли. Уже практически всех продавцов обошли. Многие только раскладываются. И у вас, я смотрю, вот мы тоже застали разделку. Да, да, да. Это класс. Это класс. Это мы любим. Это, это да. Это мы любим. Самое любимое дело. И вы сразу разделываете и рассказываете цены. Кстати, цена никак не поменялась? Никак. Я же сказал, что не поменяется. Ага. Цена на закупку поднялась, естественно. Но я, как обещал, так оно и есть. Цены пока держите, да? Да, да. Стараюсь пока. Угу. Стараюсь. А что вы отделили только что? А, лопаточка. Да. 270 гривен, если зрители помнят цены, как оно было, так и есть. Угу. Сейчас заднюю часть отрубим. В режиме реального времени Георг нам покажет, как разделывается ягненок. Пожалуйста, заднюю часть с кудзючком 280 гривен килограмм. 280. Но вы еще будете его защищать, да? Да, да, конечно. Это просто я сейчас порубаю, потом уже начну чистить и на экран. Сейчас отделяем шеечку. 220 гривен килограмм. Ага. Сейчас сделаем уже корешку. Есть специальное приспособление. Сейчас отрубим корешку. И отделяем, да? Да. И отделяем. Кто смотрит нас впервые, хочу напомнить, что у Георга можно заказать не только мясо, но и он также может замариновать шашлык, челагач, все что угодно. Вы можете выкатать полностью все что захотят покупатели. Так. И сейчас, получается, вы еще сделаете корешку и вот это вот будут ребрышки, да? Да. Вот ребрышки. 170 гривен килограмм. 170 гривен. Что с ними лучше сделать? Все. Супчик тушить с овощами. Ага. На гриле. На любители. Все можно делать. Ну а корешка на мангал лучше всего, да? Ну на мангал, в духовочку. Есть люди. Делают духовочки. Сейчас снимем жилочки. И, собственно, все, да? Мы все показали? Ну да. В принципе. Так, в общем-то, быстро. Получается. Егор, осталось взять ваш номер телефона для того, чтобы всех, кто заинтересован, звонить и заказывать. Да, 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 да. Без проблем можно звонить, можно заказывать. Говорите. Вот, пожалуйста, корешка. Красивая корешка. Пленочка снимается перед продажей. Ага. А потом уже на продажу. А что? Номер телефона? Доль пятьдесят пятьсот шесть пятьдесят двадцать четыре. Я знаю, что вы по Украине не отправляете. Работаете только с одесситами. Вот такой вопрос. Сейчас это достаточно популярная, актуальная тема. Холодно, замело и так далее. Такси доставка. Если вам позвонят, закажут. Да, без проблем. Такси доставка, пожалуйста. Без проблем. Без проблем по Одессе. Да, по Одессе. По Одессе. Огромное вам спасибо. Хорошей торговли. Спасибо вам. Что нас порадовали и ценами то, что они как минимум не поднялись. Ну и конечно же красивой разделкой. Мастер класс. Ну стараемся не поднять. И так, и так. У людей. Ну да. Время не стоит. Немножко не те времена. Лучше чуть меньше заработать, чем поднимать цены. Естественно, хочется больше заработать. Да. Заработать. Есть такая метка, чтобы нельзя перегинуть пальку. Все верно. Все верно. Ясно согласен. И все будет Украина. Слава Украине. Героям слава. Спасибо большое. Алена, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, ну так вот солнышко на вас красиво светит. И такое ощущение как будто тепло. На самом деле очень холодно в Одессе. Очень холодно. Так. Я приехал рано-рано утром сегодня. И собственно у вас еще на прилавке даже ничего нет. Вы только разделываете. Поэтому сегодня на примере туши вы нам расскажете. Наглядный. Наглядный пример. И мы будем понимать как что выглядит. И соответственно расскажете нам цены. Да? Ну конечно. Вообще что происходит с ценами на говядину? Говядина поднимается. Закупочная цена. Поднимается. Говядины видите очень мало. Да. Говядины мало сегодня. Согласен. Ну сегодня как-то и людей мало и продавцов и покупателей. Холодно. А нет. Чем работать продавцы не выходят. Понятно. Ну плюс еще все-таки дороги замело. Я понимаю что... У нас снег лежит. Да. Привезти надо. Хорошо. Давайте расскажем что здесь у нас и... Ну это как сезонное подорожание. Это задняя часть. Филе битки. Почечный биток, филе и задняя часть. Ага. И что почем? Биток очень красивый. Мясо задняя часть 280, филейки 600. Вот так вот они здесь в филейке находятся? Филейки 600, биток почечный 320. Галяшка на кости 150, без кости 220. Холодец еще актуален? Сегодня да, спрашивают. Ага. У нас же народ начал с 25-го праздновать. Ага. Уже в старый новый год плавно входят. Ну в общем то да. Что-то еще здесь мы пациентам можем рассказать? Нет. Тут уже ничего нету. Мы все сказали. Задняя часть биток, филе, галяшки. Дальше. Грудиночка, шпондра, ребра 160. Антрикоты 200-220. Ага. Антрикоты очень красивые сегодня. По шеям на 180. Ага. Вот так она выглядит. Лопатка разборная, качалки лопаточные 350, лопатка 260. Ага. Галяшки тоже на кости, без кости. Ага. Шея. Шея. Шейка она без косточки 220 гривен. Ага. На кости 160. Все рассказали? Так вроде мы все так быстренько. Знаете, оно все компактно. Угу. Тем не менее. Огромное спасибо. Спасибо, что вы работаете. Спасибо, что кормите одесситов. Спасибо, что вы ходите даже в эту непогоду. Спасибо одесситам, что там ходят. До свидания. Это сейчас немаловажно. Это да. Спасибо. До свидания. Рикулечка, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть. И вот смотрите, я приехал рано утром сегодня. Очень рано. Валерич позже приехал. Он приехал, знаете, когда? Вот в тот момент, когда я подошел к вам. Хорошо. Наверное, ему понравилось, какой вы срок начали кормить. Я хочу сказать, девчонки... Можно повторить? Девчонки на привозе уже начали ревновать. Да, ревновать, да. Да. Конечно же мы повторим. Конечно же. Ну, давайте для начала, ну, при чем мы все-таки накормим Валерича, давайте расскажем нашим зрителям цены. Вообще, что сегодня можно купить? Уже ассортимент, я смотрю, сузился. Сузился, но в таком же количестве, в принципе, не количестве, а в таком же объеме делаем ассортименте. Ассортименте, да. Ага. Просто меньше, да, стали делать. Да, меньше объема ассортимента. Чтобы праздники уже большие прошли уже. Ну да, да, да. Чтобы всегда было все свежее. Давайте начнем отсюда. Начнем с москолько пустой. Москолько пустой, давайте. Все как обычно. Сельдерильное, салатное, обычное. Все в одну цену по 40 гривен за 100 грамм. Коралловые грибы по 60 гривен за 100 грамм. И древесные грибы черные по 50 гривен за 100 грамм. Ушки свиные острые-неострые по 50 гривен за 100 грамм. Рисовая лапша стеклянная по 40 гривен за 100 грамм. Фасолька по 30 гривен за 100 грамм. Соевое мясо 50 гривен за 100 грамм. Грибочки, шампиньоны острые-неострые стали делать по 50 гривен за 100 грамм. Опята у нас по 60 гривен за 100 грамм. Синенькие кусочками резанные, как грибы заправленные, по 50 гривен за 100 грамм Печеные баклажаны овощные по 70 гривен за 100 грамм Морские деликатесы, креветки, осьминоги в одну цену по 220 гривен за 100 грамм Кальмары белые и розовые по 80 гривен за 100 грамм Синенькие крученки с сыром, с крабовыми по 70 гривен за 100 грамм Кимчи наше по 50 гривен за 100 грамм Также кимчи из редьки по 40 гривен за 100 грамм Из дайкона, редька дайкон, очень вкусная, кстати Редька зеленая, красная капуста 25 гривен за 100 грамм Редька зеленая по 40 гривен за 100 грамм, сельдерей тоже по 40 гривен за 100 грамм Капусточка витаминка по 25 гривен за 100 грамм Голубчики у нас идут по 50 гривен за 100 грамм бурячок 25 гривен за 100 грамм рыба толстолоб маринованный по 70 гривен за 100 грамм рапанчики по 150 гривен за 100 грамм и мидии по 70 гривен за 100 грамм также есть вот такие вот мини кукурузки baby морковка стричковая фасоль желтая зеленая брокколи цветная все по 50 гривен за 100 грамм капуста с куркумой с буряком по 25 гривен за 100 грамм кимчи по 30 гривен за 100 грамм это с обычной капусты белокачаный чука уже заправленная с ореховым соусом по 50 гривен за 100 грамм и также имбирь маринованный по 40 гривен за 100 грамм но и королева морковки как-то как вы говорили устала до 25 гривен за 100 грамм знаете я вот смотрел валевич извини я хочу за тебя выбрать чтобы попробовать что он попробовал вот фасоль мне просто интересно давай и да и и дайкон да я согласен да я давать фасоль давайте давайте пробовать ой валевич подходи подходи ближе к викули давайте я как-то найти сделаю вам вот так вот слюнямся кому еще надо и куль так это у нас фасолька и что вам еще и дайкон дайкон интересно да я просто тоже так узнаете вот смотрел думаю что же что же хочется чтобы валерич попробовал так вот не сильно остро как это фасоль закусывал я понимаю что ты ставишь сами эксперименты ну вот это реально не это должно быть вкусно естественно и что я еще знаешь на что мне было интересно обратить внимание так 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 вот имбирь имбирь да маринованный да как вы думаете он сильно острый он такой не сильно щипает но достаточно и такой приятный по вкусовым ощущениям есть просто любители которые его любят кушают постоянно но он и полезно его надо еще и васаби давай сразу да не васаби это чересчур это же горчица японская она такая островатенько а вот чуку еще попробуйте сразу суши захотите такое ощущение что суши и мне кажется вот сбалансировать вкус можно вот это шкуньчоза да да давайте вот шкуньчоза мне кажется и и и валерич будет сыт и мы поймем что опять-таки друзья я всегда говорю если это видео вышло на экраны значит вся продукция которую попробовал александр валерич съедобная конечно прелесть рынка в том что здесь и на кормят и напоят и с собой завернут и куля смотрите я знаю что вы не отправляете не мы не отправляем а такси доставка вы отправляете нет уже у нас непосредственно сюда приходит а предварительно если что-то надо будет они могут прийти заказать и мы сделаем именно в срок именно свежая качественно про то есть можно на банкеты на любые мероприятия какие будь реально там какие-то секреты есть конечно интересно интересно есть но там у меня дома пустя есть лапша висы в машине я иногда готовлю готовите в принципе интересно на что то есть такого интересного они не слушают ничего такого просто такого же отварили допустим заправили с вот это именно аромат и такой вот свежесть придает огурец да поэтому он такой еще за кого покажите руки покажите руки просто золотые руки огромное спасибо скажите номер телефона по которому можно звонить вам 067 133 63 19 огромное спасибо до свидания мы в рыбной части корпуса рыбный дворик каравана это рыбный магазин можно так сказать да конечно гипермаркет супермаркет как угодно у вас есть на самом деле практически все даже если чего-то нету то вам можно звонить заказывать я знаю да конечно и как говорят в одессе нам было трудно но мы достали да давайте расскажем что у вас сегодня есть слушайте ну как сейчас для рыбы вообще идеальные условия хранения да да и отсюда и отсюда и отсюда да а для людей оля сказала что так хорошо сохранится можно дольше конечно да да вам же видно ваши там 80 лет как вы прекрасно выглядите спасибо солнце ну я шучу надо было как-то немножечко разрядить обстановочку юленька что у нас давайте начнем вот отсюда да у нас есть наличие креветочка уже вареная мороженое 350 гривен килограмм чикаго григория что что вот ее что нужно просто разогреть просто разогреть и она уже готова ну а можно там где-нибудь еще с каким-нибудь сливочком чесночок да конечно будет вкуснее конечно но в принципе она уже готова да она уже готова скумбрика по 170 по 170 целая форелечка приехала посмотрите какая красота 580 гривен килограмм чикаго филешечка 850 только разделались свежак стейки 750 за килограмм чик есть креветочка размер 20-30 такая 460 хвостики 550 50-60 штук на килограмм и 400 гривен 30-40 штук на килограмм и хвостиками делать пожарить отварить очень вкусно тоже опять же в сливки с чесночком специи специи какие кому нравятся по вкусу своим да минуточки 4 и пальчики оближешь ну и для тех кто нас впервые смотрит давайте напомним что у вас можно всю рыбу купленную тут же разделать да 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 например вот такую рыбу целиком можно половиночку мы делаем либо с головой либо с хвостом половинку сразу разделываем филе стейки на месте люди буквально минут пять-десять ожидают мы все просто прийти заказать пойти пока дальше делать мы можем завакуумировать сразу да вы когда отправляете вы скорее всего вакуумировать естественно конечно да вы отправляете по украине и мы в конце скажем номер телефона обязательно сибас такой 360 свежак только привезли один в один красавчики да дорадка 400 такая тоже крупненькая размер 600 800 идет тоже шикарненькая свеженькая рапанчики 550 кальмарчик 280 корюшка такая по 200 палтус посмотрите какой красавчик огромный на стейки на сковородочку поджарить идеально почему 550 с органчик по 400 кальмарчик туба такой 250 барабуля барабулечка 250 морской окунь 260 кинфлип 380 тунец по 600 есть и корочки актуально шашлычки но тем не менее берут вы знаете беру да хотя можно духовки наверное сделать духовки на сковородочке ну как угодно 50 гривен шпажка маринуете очень вкусно пальчики оближешь и корочка толстолобика карпик толстолоб 150 карпик 350 ее просто пожарить на сковороде можно как блинчики хвостики 400 кусочки по 400 головы 70 за килограмм чик шикарные головы куча мяса это на уши туда да да обрезочки ребрышки брюшки хребты 100 за килограмм чик давайте перейдем теперь к свежей рыбе свежая рыбка филешечка толстолоба огромный толстолобу 220 карпик 220 стейки белого амура красавчик какой такие стейки по 200 гривен за килограммчик толстолобик 180 карпик по 200 тоже есть судачок почистим разделаем на филе на стейки судачок 250 пеленгаз такой по 100 лобанечка 140 бычок по 140 тоже приехала свежая только-только привезли вы как раз вовремя пришли свежак она еще вся дышит до 90 130 карпик карасик такой по 90 тоже красавчики толстолобика есть да есть толстолобик толстолобик тоже по 90 головы 20 гривен килограмм чик есть хребты и также молоки молоки 150 гривен килограмм можно смиксовать за разные головы сделать шикарно уха получится конечно ну и икра у вас есть давайте напомним что есть и корочка сейчас наличие горбуши горбуша 600 100 грамм и также есть кита кита 700 100 грамм ясно вы отправляете по всей украине конечно говорите номер телефона 0 97 8 6 9 0 8 0 8 юленька график работы рыбного дворика аравана на новом рынке каждый день кроме понедельника понедельник у вас выход на огромное спасибо да пожалуйста торговли не мерзнете сохраняйтесь конечно по поводу возраста мы пошутили ну кто не понял потому что очень часто нас смотрят других городов и не все понимают одесский юмор вы не обиделись все нормально все хорошо конечно идем дальше я скажу вам честно его уже покормили его уже покормили да прекрасно да и осталось до закусить так в мене залишилось лишь закусить и так давайте 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 рассмотрим раз опа полючь это же ваши улюбленные мысливские двица раз будь ласка я сразу вам даю 2 штучки сразу длина не одни все будущее генераром да ладно цены мы на мысливские ковбасы сказали и теперь нам просто нужно увидеть реакцию валевича лично незважаючи навіть на то что тут киду барь конкретный да да быть вы вы чувствуете свежий да вы чувствуете их тайным верный смак и аромат ковчины ковбас я вам хочу сказать что несмотря на дубарь как вы говорите запахи все равно ощущаются то есть как бы обычно же как бы холод он немножко и запряток на это а у вас там вот такое всего свежайшая пахнет и вы и вы разорвали эту пачку и оторвали валеричу и запах пошел по всему новому я плачу что не маять ли в одни эмоции по всей торговой до старо-порта франковске дошел уже запах несмотря на то что холодно ну тогда такие колбаски на севере брали собой в поход вот так ну поэтому они охотничьи ну что валерич ты собственно вид металла да 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 за чекинился а я вам поставила вид метку швы прибула все нормально рабочий день защита огромное спасибо все я вам дякую все нормально теперь точно вам гарно а эта информация для наших зрителей предпринимателей для тех кто хочет начать бизнес на новом рынке сейчас на экране видите номер телефона это телефон отдела аренды рынка звоните по этому номеру узнавайте о наличии свободных мест приезжайте на рынок смотрите выбирайте договаривайтесь и начинайте бизнес сейчас на рынке очень хорошие условия для старта но если вы скажете пароль я от сан саныча то условия будут супер хорошие и так еще раз звоните приезжайте смотрите выбирайте договаривайтесь и начинайте зарабатывать ну а мы все что хотели в корпусе узнали и валерь как бы это было не грустно но все-таки нужно выйти на улицу и посмотреть что там происходит попробовать узнать свежие цены на овощи фрукты на соленье в общем посмотрим кто вышел потому что реально ну по ощущениям мало должно быть на улице людей потому что минус ну идемте смотреть ведемте друзья мы в закулисье представляете мы попали вовнутрь магазина у гали и катюш и здравствуйте на улице реально мороз мы потом выйдем покажем ваш магазин снаружи вот но мы внутри и все у вас овощи фрукты ягоды все в сохранности картошечка не мерзнет да и соответственно все у вас можно купить это здорово конечно вот я думаю что вам уже нужно брать новую опцию давать номер телефона и такси доставкой отправлять людям потому что мы и так делаем доставка есть конечно так мы скажем номер телефона в конце обязательно да потому что сейчас мороз и многие сидят дома я бы сидел дома это влезет пошли 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 с ними много правильно как это пропустить я шучу я тоже не сижу дома так ну что с чего начнем ну давайте мы здесь стоим давайте начнем с корнеплодов борщевого набора почем у нас борщ набор так же как и было морковка бурячок картошка лучок у нас все по 30 все по 30 да капусточка обычная 20 голубцовой 45 молодая 100 цветная 100 брокколи 200 так супер грибы вот мы сразу возле них давайте по грибам грибочки подешевели подешевели беленькие 120 коричневые мариновочка 130 вешенка 140 отлично и такие большие тоже да 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 тоже 120 тыква почем 30 как было такие яблоки здесь сразу много яблок давайте посмотрим яблочки яблочки у нас вот такие средненькие все по 35 те же были 30 а вот такие крупненькие отборные по 40 яблоки у нас все звенятся ананасы ананасики только привезли 270 за штучку королевские так у вас есть грибочки да бэбики по 150 а я кстати вчера его ел или позавчера очень вкусный сладенький королевские манго у нас по 270 помылка 100 за килограммчик грибочки опята полтора литровая баночка 350 литровая была 250 соусы вот такие у нас отжички кемали санцебели острый перчик все по 40 за бутылочку это мы просто многое оказывается у вас и не видели потому что мы это всегда смотрим друзья вот оттуда вот мы вот там всегда снимаем вот видите люди ходят там холодно мы сейчас покажем даже снег сыпет но я не знаю с крыш да вот оказывается здесь внутри много интересно конечно так что еще фасольки у нас разные 50 за упаковочку там пол-литровая баночка 120 идем туда к катюше посмотрим там много всего вкусного вижу так что тут есть грушка крупненькая 100 средненькая 80 мелкая 60 это за ягода и клюква так люк вода . литровая баночка 140 пол-литровая 70 грейка 100 за килограммчик апельсин турецкий 80 за килограмм хурма 100 за килограммчик виноград есть есть виноградики вот свеженькие привезли вот такой кардинальчик по 200 а вот такой беленький без косточек это не кыш мышь это мускатный он по 250 за килограмм и по мандаринам у нас тоже много вот такая измирская по 100 есть турецкая по 85 есть клементина испания по 120 есть и рубитар 140 есть апельсина испания она крупная крупнючая приехала полкило одна штука 140 за килограмм шарончики подорожали вот такие крупненькие 180 и вот остатки до продаем 160 а имбирь почему имбирчик 250 за килограмм че как был такие нет клубничка 500 за килограмм кумкват 500 голубичка 750 за килограмм 100 за коробочку маленькую гранатик подорожал 170 лимончик появился испанский по 100 и есть турецкий по 80 лайм лаймики 30 авокадки как были 80 королевской 60 обычная и киви обычный 120 за килограмм так бананчики вы сказали бананы по 90 нет ни говори айва айва 150 за килограммчик зелень мы подошли к зелени да зеленушечка у нас укроп петрушка лучок по 15 салатик 35 кинзочка 30 то есть все необходимое есть 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 да может быть без каких-то там изысков да но в общем то найдем 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 лозунг галины нам было трудно но мы достали конечно конечно кабачки 130 по огурчикам вот такие приехали свеженькие вот умань гордей фирма вот такой 280 вот такой 150 есть турецкий по 100 тоже свеженький тоже хороший по перчикам фаршировочный капи по 150 большой цветной по 180 острые перчики 10 за штучку микса 70 за коробочку айсберг 100 за штучку по помидорам вот такая помидора турецкая на 120 на веточке 150 через 120 150 170 микада уманьской остатки по 150 вот такая испанская черри 350 и 400 вот такой цветные вкусненький такой светофор у нас все рассказали до брюсселечка у нас 50 за упаковочку салатный лук 60 белый 60 красный плоский 150 селера 150 слушайте у вас так тепло отсюда честно уходить не хочет а мы вас не выгоняем классно на самом деле то есть мне кажется даже в корпусе было холоднее да конечно у вас тут они же не обогреваются да вы обогреваете обещали дать номер телефона говорите да 098 564 75 12 то есть одесситы вам могут звонить такси доставку то есть вы друзья заказали все что нужно и вам на такси отправили нет у нас свои машины а у вас даже конечно вот это сервис а чего никогда не говорили про это стеснялись спрашивали у нас оптом тоже мешками берут картошку лук морковку буряк тут у нас могут звонить из других городов тоже если по опту да у вас же свои поля вы выращиваете поэтому в принципе у нас тут рядом склад и мы отпускаем мешками за магазином вот так вот надо выйти катюш покажи открыть дверь вот там мы не будем или выйдем а еще мы можем выйти и заодно вот так вот мы и уйдем да вот то есть вот так вот склад вот здесь сюда у вас да да рядом дверь а на улице холодно не не хочу вы зайдем внутрь вечнее сидим здесь все огромное вам спасибо на самом деле вы нас порадовали порадовали тем что во-первых у вас все сохраняется потому что я честно я боялся что мы сейчас ничего не найдем по овощам по фруктам но вы прям вот прям прям порадовали все спасибо но как ни крути валерич надо идти дальше но хотя хороший хозяин собаку не выгонит но мы все-таки попробуем вот пожалуйста можно стучать а можно заходить да уже собрались уходить но зашли покупатели девушка зовут мальвина очень приятно вы часто здесь покупаете в галле а почему именно вот выбрали этот магазин мне нравится обслуживание не нравится качество товара ну и самое главное что люди сейчас в такой мороз все сохранил все тепло да вы заметили да здравствуйте здравствуйте вот и то есть картошка она любит перемерзнуть да здесь она сохранности все в сохранности мне тоже это нравится на самом деле мы тоже часто у галле покупаем кроме того что мы показываем мы еще и сами делаем закупки вам хороших покупок спасибо большое что-то можете пожелать нашим зрителям может быть знакомым родственникам я хочу передать всем одесситам большой большой пламенный привет заходите на новый базар здесь я тоже работаю заходите покупайте орешки и хочу пожелать больших продаж именно галине ну и всем уже давайте всем пожелаем продаж ну и конечно же мирного неба вам огромное спасибо хорошего дня всем но вот так вот выглядит видите прилавок да сегодня пятница вот так вот выглядит галин прилавок друзья то есть можно зайти вовнутрь будут постучать как многие делают собственно молодцы молодцы все закрыли хотя вот вещь открыто стучите все как положено это орешки но то что не мерзнет лежит здесь друзья на очень важно идет уборка рынка то есть как бы все на благо покупателей все на благо зрителей наших как вас зовут дима как давно вы здесь работаете два года убираете все все делаете чтобы на рынке было комфортно чисто порядок я об этом знаю супер спасибо дим спасибо что вы это делаете хотим вам показать рынок в такую погоду друзья все равно как бы люди есть покупатели есть в снег есть давали речь дети кстати кто еще не нагулялся не награлся в снегу хотя он дима его убирает так что приходите пока он есть давайте пойдем посмотрим можно ли купить сегодня соленья потому что все-таки соленья это наше все друзья ой а тут ветерок прям хорошо что у меня есть капюшон вот мы сейчас идем по ряду ну понятно что здрасте почти все закрыто но мне кажется на соленья кто-то есть сейчас посмотрим есть соленья работают и это не может не радовать молодцы ребята поэтому сейчас мы идем и будем узнавать что же у нас с ценами на соленья здравствуйте здравствуйте слушайте на самом деле вы нас порадовали вообще нас ряд с соленьями порадовал потому что все работы мы работали каждый день даже в любую погоду какие вы молодцы на самом деле а среди они не портятся все нормально не и то что чуть-чуть пример за и выходы из мороз ну но все отходы он у нас а не все нормально потому что мы так по стандали по овощам конечно многие ну да свеже то что помажем на то не отходы а сферене он не отходят хорошо а что с ценами прежние давайте расскажем на голубчики 60 гривен килограмм чина огурчик 80 бюджетный 50 так и 100 гривен масенький 150 и маринованный 200 и такие сладкоострые тоже 200 это закусочный вариант капусточка с куркумою и с буряком 100 гривен килограмм микс 200 гривен килограмм сельдерей 250 морковка 150 капусточка 80 и салат витаминка 150 баклажаны с аджикой баклажаны с петрушкой баклажаны с сельдереем баклажаны фаршированные и баклажана икра 200 гривен килограмм чик вот сладкий перец медовый 200 гривен килограмм цветна капустка 200 грибочки 350 гривен килограмм помидорочки 100 гривен и 150 сладко маринована перец фаршированный 200 яблочко 120 сливка 200 и идут у нас икра кабачкова 100 гривен малинка 100 вишенка 50 и аджика 80 гривен баночка сок томатный есть у нас 80 гривен литр сваренный на костре очень вкусно как у вас и икорка на костре варится да 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 икорку икорка вся печица все заватавливается вот густенький очень вкусный сок томатный 80 гривен литр и маслица 70 гривен арбузики 50 гривен красавчики и такие листики тоже по 50 гривен можно уже обреза не целенький остались такой осталось только замотать да 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 положить туда кусочек мясика завернуть и с рисиком и будет голубчик хороший то есть я понял что вы работаете каждый день да мы работаем каждый день утепляемся ждем людей и понедельник мы каждый день работы вам можно звонить заказывать 097 47 205 11 я думаю сейчас для дисситов будет актуальная такси доставка да то есть вам можно позвонить выбрать ассортимент и отправить а потому что ну сейчас уже почти все так делаю наташенька огромное спасибо я не знаю если смысл валерий чем-то кормить я думаю что наверно не давали холодно с утра холодно да о 50 грамм а какой 50 50 не обманешь душу хотя бы соточку давали а вы про масло кстати сказали маслица 70 гривен я сказала есть сыра семечка есть жареная семечка аромат не очень вкусная маслица кто брал уже приходят берут даже не пробуют и не нюхают а берут так и сразу знаю что хорош все наташенька спасибо вам спасибо вы стоите что вы не смотря ни на что комики одесситов и гостей нашим выстоять и морозы и все чтобы все было хорошо у нас уже полюбившийся всем вам магазин сельский птах светочка здравствуйте здравствуйте холодно очень но вы работаете но вы работаете и на самом деле у вас прекрасный ассортимент где вот так улица которую мне презентовали вот это надо это она вчера она была приготовлена на банке знаете ресет курица да конечно вот отличная курица мягенькая очень я очень довольна что он сказать спасибо вот потому что реально классно я скажу честно я не сильно люблю покупать бройлер потому что он бывает что он с запахом и тут лотерея как говорится да здесь как бы все нормально запаха нету и она вкусная на мягенькая получилось кто не знает рецепт курицы на банке напишите в комментариях и мы может быть даже приготовим покажем или хотя бы расскажем или нарисуем не знаю как там угодно светочка давайте расскажем что у вас сегодня есть почем кролик тушкой 200 гривен за килограмм там килограмма 2 наверно да кило 900 где-то а это рядом что уточка уточка это муарды она небольшая до двух килограмм в этот раз обычно бывает свыше двух но в этот раз мы заказали небольшую поэтому как это то что называется индокачка нет это муард индоутка это более она такая мясо темнее и тушка чернее чуть-чуть на вид но это будет попозже тоже будем дам так бульонная домашняя это что курица да это не сушка с нее шикарные бульоны холодцы очень полезно для у тех кого там желудки подлечить желудок очень полезно варить бульоны курица вот это вот мясная 110 гривен за килограмм и есть уже разделочка да да филешка но принципе цены вы видите мы можем в общем-то просто постоять посмотреть как валерьевич не спеша снимать скажите пожалуйста откуда у вас продукция продукция у нас это сельское хозяйство авидеопольский район кое-что есть сельское хозяйство в барабое кое-что там уточки петушки мы привозим с барабоя но сейчас так как погодные условия не сильно позволяют поэтому мы работаем всего понемножку и чисто под заказы то есть люди нам заказывают вот мы отлаживаем уточки там цыплят и как бы выдаем заказы и недолго немножко работаем в такую погоду но когда погода позволяет как бы полностью вся витрина по полной разворачиваемся да вот должны сегодня нам привести у кролиную печень утиные ножки и филе как бы ну то есть тоже под заказы но будет и на витрине нет на киевском рынке у нас тоже есть . там работает тоже моя семья как бы брат два брата да не мафия как бы да из итальянского мафии ну да 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 можно так считать что у нас итальянская семья на вам можно звонить и заказывать 067 565 1624 дам любое время ну наверно по украине не отправляете да отправляем отправляем по разным областям то есть и были у нас заказы на днепропетровск тоже отправляли так что нет по одессе такси доставка без проблем конечно на собрать ну друзья то есть мы сегодня посмотрели обзор очень много есть продавцов я думаю что вот даже сидя дома вы можете там созвониться с продавцами как-то скооперировать знаете чтоб не заказывать 25 такси а например чтобы как-то все сложили в один большой пакет его в одну большую коробку и вам отправили я думаю что так тоже можно я думаю что продавцы между собой как-то договорятся уже поэтому это тоже вот такой лайфхак особенно в такую погоду да такую погоду но на самом деле да мы вам показали новый рынок сегодня взамен нам собственно ничего не надо кроме вот такого жирного жирного лайка у вас есть жирный лайк да вот даже в перчатке даже черный черный лайк черный жирный лайк если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор то сделайте это прямо сейчас уже нет никаких оповеданий прямо под видео из кнопочка подписаться нажимайте на нее рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале если же после просмотра видео вас останутся ко мне личные вопросы пожелания или предложения вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите мне в личку отвечаю очень очень быстро и не будьте жадинами обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях там тоже все очень просто прямо под видео есть кнопочка поделиться нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету меня зовут сан саныч светлана александр леев традиционно держит камеру и мы с вами сегодня показали самый старый из действующих в одессе рынков города это новый рынок или новый базар желаем вам мира добра любви и счастья пока 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 а